19 лет замужем. Один сын. Нуждаюсь очень вашим мудрым совете. Вопрос моей жизни и будущего ухода от мужа или нет. Он играет в казино уже 7 лет. Проиграл бизнес в смене. Оборот более 1 миллион долларов. Гулял постоянно. Хотел единственное жилье заложить в банк. Вопрос. Я студент магистратуры из города Уфи. Еще год учиться мне. С учебой все хорошо. Иногда работаю. Я люблю девушку из своего города в Таджикистане. Она сейчас учится в городе Брянск. У нас любовь на расстоянии. Понимаю, брат мой. Хорошее время. Хорошее время. Поверь мне. С ней каждый минут и каждый разговор. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели. Я очень-очень рад с вами знакомству. Очень-очень рад, что вы смотрите нашу рубрику. Очень-очень рад, что вы активно задаете актуальные вопросы. И я хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые актуальны на данный момент. Мы выбираем самих лучших вопросов и на них я отвечаю. Доброго времени суток, уважаемый Сайдмурат Давлатов. Меня зовут Елена, мне 39 лет. Замужем. 19 лет замужем. Один сын. Нуждаюсь в очень вашем мудром совете. Вопрос моей жизни и будущего ухода от мужа или нет. Он играет в казино уже 7 лет. Проиграл бизнес в смене. Оборот более 1 миллион долларов. Гулял постоянно. Хотел единственное жилье заложить в банк. Я еле-еле отговорила. Скандалила, но квартиру не отдала. Не отдала и не отдам. Оформлены на меня. У меня есть два маленьких посевных дохода. Но муж не знает о них. Иначе тоже бы все проиграл. Сейчас муж ходит с другом в казино. И его друг платит ему за то, что он с ним ходит. На эти деньги живем. Но я откладываю из своего дохода. И муж не знает. Иначе совсем плохо будет. Я как будто заблудилась. Родителей нет давно. Советы спросить. Ни у кого. Я потеряла всю веру и надежду на себя. Руки опустились. А ведь все 16 лет работала. Кормила родителей и сестренку. Училась заочно. После вашего тренинга. 8 февраля 2020 года в городе Алматы. Я как будто очнулась. И появился свет в конце туннеля. Вы как источник воды в пустыне для меня. Прочитала 10 ваших книг. Вау. Я горжусь вами. Ваши книги это все то, что я давно ждала. Я потеряла покой после вашего тренинга. Миллион мыслей в голове. Почти неделю не могла спать по ночам. Смотрела ваш тренинг на диске стратегии мышления богатых и бедных людей. Вы знаете, после вашего тренинга жить захотелось заново. Но куда идти? А в какую сторону? Что делать? Как себя реализовать? Как начать себя уважать? Психолог говорит, надо бросать мужа и все снова начинать. Совесть говорит, но ведь раньше муж тебе помогал. Он всю жизнь твою изменил в лучшую сторону. Все, чего ты добилась, это муж тебе помог. А ты что сейчас хочешь? Бросать все? Бросить все. Надо быть благодарной. Постаралась покороче написать. Ваше время бесценное и совет тоже. Я живу в Алма-Ате и хочу работать с вами. В вашей команде. Могу бесплатно и на любую работу. Есть машина своя. Моя мечта стать бизнес-тренером. Я ваш преданный слушатель навсегда. Большое вам спасибо. Елена, хочу вам сказать, вы замечательны. Если вы прочитали мои книги, они вам очень сильно помогут. Я уверен, что и тренинги помогут, и эти советы. Знаете, плохо, что ваш муж связался с казино. Источник проблемы именно там. Не муж проблема, а проблема его поступки. Проблема именно то, что он ходит в казино. Или кто-то его друзей еще помогает ему, что он продолжает поддерживать. Ему сейчас ничего вкладывать в казино. Он перестал бы ходить, если кто-то не платил бы ему. В казино он никогда не разбогатеет. Он думает, что просто он таким способом справится с потерянными. Поэтому он хочет просто выиграть их. Поэтому он туда и ходит. Это плохо. И вот мой совет к вам. Попробуйте ему дать мою книгу «Духовный закон и богатство». Сначала он это отрисает, игнорирует. И он будет считать, что это все ерунду, чуть собачье. Потому что все то, что человек не понимает, он отрисает. Таково закон жизни. Вам придется сейчас, хотя бы по крайней мере, отдаляться от него. Чтобы он чуть-чуть размышлял. Это не будет предательство. Предательство – это будет того, что он задуматься будет. Он почувствует, что он потерял все. Он почувствует. Иногда, знаете, когда дети не слышат нас, начинают горячий чайник или чего-то, чтобы не обжигли себя, мы иногда горячий чайник прикасаемся к их рук, чтобы они поняли последствия. Дайте ему прикоснуться иногда к пониманию потери все. Он однозначно будет задуматься. Поэтому временно, по крайней мере, надо отдаляться. Временно может пока не просто по закону расставаться, временно отдаляться. Для того, чтобы он осознал. Если это поможет, попробуйте. А если это не поможет, вам остается только единственный способ – расставаться. Но детей оберегайте. А по поводу того, что хотите стать бизнес-тренером, я помогу вам. У нас есть группа, которая тренеров. Запишитесь на него. Я лично буду заинтересован, чтобы помочь, поддерживать вас, чтобы от вас получился хороший тренер. Потому что у вас будет опыт, у вас будут, можно сказать, жизненные ценности. А для тренера жизненные ценности самые важные. И с радостью, добро пожаловать в команду самого. Буду рад вас видеть. Здравствуй, Сайдмур Раджавич. У меня тяжелая ситуация. У свекра слабоумие. Тяжело с ним жить. Что мне делать? Я понимаю, мы все взрослые люди. Я понимаю, что когда люди взрослеют, они иногда рассудок потеряют. Им очень тяжело. С этим как жить. Вы не можете его бросать. Лучше принимайте его, какой он есть. И бойтесь о своей старости. Мой совет к вам. Видите, свекр – это отец вашего мужа, правильно? Поэтому, а что, если в старости кто-то из родных станет такими? Все надо принимать в жизни. Все надо принимать. Жизнь иногда… Никто не хочет такого, но так и произойдет. Но в жизни надо быть готовы все принимать. Вы знаете, как трудно за больными родителями ухаживать? И ухаживать всегда хорошо за ними. Не то, что раз иногда, а вот всегда хорошо ухаживать. Вы знаете, как тяжело ухаживать за больными детьми? Никто этого не хочет. Но в жизни иногда такие уроки бывают. Поэтому… Это родители, позаботиться о них, пожалуйста. Как бы ни было позаботиться. Конечно, я мог бы вам сказать, сдавайте его днем старелок или чего-то. Но это не сами… Тогда это будут не довлаты. Это неправильно. Надо заботиться о своих родителях. Какие бы они ни были. Если ваш свек, это же отец вашего мужа. Позаботиться о нем. Если я не ошибаюсь. Или отец вашей жени, что ли. Отец вашего мужа, по-моему. Ну, а чуть-чуть не русский. Может быть, где-то ошибаюсь. Но что бы ни было, это родители. Позаботиться, пожалуйста, о них. Так будет лучше для вас, для ваших детей, для вашей семьи. И завтра ваши дети будут тоже заботиться о вас. Поверьте, жизнь все возвращает. Следующий вопрос. Хочу начать с признательности вам, что вы пускаете такое полезное видео и материалы для саморазвития. Вопрос. Я студент магистратуры из города Уфи. Еще год учиться мне. С учебой все хорошо. Иногда работаю. Я люблю девушку из своего города в Таджикистане. Она сейчас учится в городе Брянск. Пятого курса медицинского университета. Ей учиться еще год. Потом в ординатуру еще года 3-4. Она тоже любит меня, но не говорит об этом. Делает намеки. Одинаково мечтаем о будущем. О сновях, о том, как будем жить. И о том, как поступить в дальнейшем. У нас любовь на расстоянии. Понимаю, брат мой. Хорошее время. Хорошее время. Поверь мне. С ней каждый минут и каждый разговор. Ругаемся часто. Иногда месяцами не общаемся. Она не позволяет мне к себе приехать. К себе, чтобы увидеться. Боится, что нас увидят вместе наши земляки и нашего города. Когда я приглашаю тоже не получается, потому что ее мама не соглашается. Но она сама согласна. Я даже настаивал, что все расходы на проезд жили с моей стороны. Но ее мама отказалась и запретила дочь приехать на время ко мне встречаться. Решил, чтобы мы оба приезжали в Москве для встречи. Тоже не получилось. Ругаемся часто. Иногда не понимает она меня. Ей хочется до 3-5 часов ночи общаться по телефону. Двое время не отвечаю. Тоже обижается. Говорит, что я для нее ничего не делал. И все время просит, чтобы я для нее что-то делал. Когда начну ругаться, она плачет. И перестанет общаться надолго. И все время выиграет меня так. Надо же. Это классные времена. Все время мне придется зайти в ее ритм. Питаюсь ее, воспитать не получается. И говорит, что я для никого не буду измениться. Она живет в квартире с подругой. Тоже из Таджикистана, но с другого города. У нее есть парень. И он часто к ним приходит. Иногда ночует вместе с ее подругой. И все время моя девушка говорит, что им так повезло. Они все время вместе. Он для нее все делает. Дорогой наставник, дайте мне совет, пожалуйста. Чувства сильны к ней. Иногда мешают мне для саморазвития. И за все я начал измениться. И я понял, что от вас нужен совет для дальнейших моих действий. Нужна ли мне эта любовь на расстоянии? Как мне воспитать ее? Как мне поступить, чтобы и мне ее было хорошо? Буду очень благодарен и признателен. И расскажите о одном из своих видео на тему любовь на расстоянии. И как мне поступить в дальнейшем. Спасибо. Родной мой, брат мой. У тебя хорошее время твоей жизни. Самое лучшее время твоей жизни. Если ты любишь, терпи. Ты знаешь, прощают того, кого любят. А вот кого не любят, прощаются. Понимаю? Прощают того, кого любят. А вот кого не любят, прощаются. Так что, брат мой. Если ты любишь ее, я вижу по твоим поступкам, по твоим словам. Терпливо жди. Все будет хорошо. Все нормально. А то, что она иногда разговаривает. Девушки любят ушами. Ты же что, не знал об этом? Поэтому читай ей стихи и так далее. Но запомни. Эта любовь не должна тебя сильно отвлекать от твоего саморазвития. От твоего пути к жизни. И пожалуйста, возьми себя в руку, как мужчина. А то, что она говорит, что ты для нее ничего не делаешь, она имеет в виду, чтобы ты время провел с ней и так далее. Езжай к ней. Даже если ее родители не согласны, и она тоже не согласна. Езжай. Иначе ты потеряешь ее. Иногда временами найди время, езжай к ней. Ей охота, чтобы иногда ты был рядом. Запомни мои слова. Мужчина должен брать в руку свою семью. И держать правильно. Если не пойдешь к ней, пока она любит тебя, не обижай ее, сыни ее капризы. А кому она должна свои капризы показать? Расскажи мне. Если не тебе. Если она любит тебя, тебе она будет показать свои капризы. Кому же? Если хочешь разговаривать, езжай, разговаривай. Если она тебе нужна. Сохрани. Борись за свое будущее. И никогда не сдавайся. Никогда не отказывай от своей любовь. Но помни, это не должно мешать твоему развитию. Всегда помни об этом. Не должно мешать тебе твое развитие. Иногда девушки, их любовь и так далее, сильно уносят наше внимание в другую сторону. И мы только о них и думаем потом. И на место того, чтобы просто построить свое будущее, и постоянно думаем только о них. И это большая проблема становится потом. Поэтому я знаю, что такое любовь. Если ты умеешь любить, это здорово. Поверь мне с ног. Это очень хорошо, что ты любишь кого-то. Огромное количество людей не умеют любить. Они страдают от того, что не умеют любить. Правда, их море таких. Следующий вопрос. Здравствуйте, Саднур Родовлатов. Меня зовут Аноним. Хорошо, мне 30 лет. Я из республики Саха, Якутия. Сперва благодарю за такие видео и книги. Я заказал 4 ваших книг. Половину прочитал. У меня такой вопрос. Когда знакомлюсь с какой-нибудь девушкой, и после интимной близости, через 20-30 дней, она обязательно видит замуж за кого угодно. У вас. Вы прямо благословение даете, значит, получается. Раньше было мне приятно. Я чувствовал себя супергероем. Еще ха-ха, да. Но теперь знакомлюсь с очень красивой девушкой. И боюсь потерять. Я не стал заниматься сексом. И она теперь не хочет дальнейшее общение. Что он мне делает? Заранее благодарю. Ребята, видите, судьба такая необычная и так далее. Дорогой мой, я вас понимаю. Вы знаете, другие вы знакомились, общались, занимались любовью. Это, наверное, было для вас просто встречи, развлечения. Не было чувства в них. Но так сложилось, что они нашли себе кого-то и почувствовали, что кто-то они хорошо заботятся, они вышли замуж. Но если эта девушка вам очень нравится и душой, вы сейчас говорите, что не занималась любовью, она не хочет общаться. Это неправда, что только от того, что вы не занимались, она не хочет общаться. Нет, это не так. Не все девушки такие одинаковые, поверьте. Девушки, ищи счастья, им нужен надежный мужчина. Будьте для него надежным, не навязывайте себя, позаботьтесь о ней. Просто будьте рядом, когда она нуждается, и не напрягая, не навязывая и так далее. У вас уже синдром бабника. Синдром бабника это такой, потому что, когда побываешь с одного, с вторым, с третьим и так далее. А я хочу вам сказать, вы будете страдать от рук девушки. Вы что, думаете, что другие не плачут за вас? Среди этих девушек были, которые любили вас, но вы не заметили этого. И жизнь она такова. Теперь вы будете плакать за тех девушек, которые вы потеряли. Поэтому, если вы любите ее, пожалуйста, мой совет к вам. Если она мудрая девушка, если она красивая девушка, если она умная, если она надежная, если видите, что она не верет вам, боритесь за нее. Ее надо заслужить. Это важно. Иначе себя не простите потом. Я очень важно говорю вам. Без любви же трудно. А если вы встретили любимого, не пропускайте, держитесь за нее. Это очень-очень важно. Дорогие мои, эти вопросы были от рубрика «Семей и отношения». Желаю вам успехов. Ставьте лайк под наши видео. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику «Все, кто нуждается в нашем советах». Желаю вам успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова